Как сделать медицину Кубани конкурентоспособной? Об этом мы сегодня говорим с руководителем регионального центра по вопросам развития экспорта медицинских услуг Азаматом Мариумкуловым. Азамат Русланович, здравствуйте. Добрый день, Ирина. В Крае у нас реализуется региональный проект развития экспорта медицинских услуг. А если говорить о тех, кто целенаправленно выбирает Краснодарский край, чтобы поехать полечиться, вот для них какой алгоритм действий существует? Как они должны, какие шаги совершить, чтобы приехать к нам и стать нашим пациентом? Да, это то, к чему мы стремимся. Я уже говорил об этом. Здесь, на первый взгляд, все просто. По алгоритмизации, но в то же время и сложно. Если посмотреть схематически, то все просто. Первый шаг – надо выбрать медицинскую организацию, где ты хочешь лечиться. Второй шаг – с ней связаться и получить подтверждение, что тебя готовы принять. Третий шаг – оформить визу. Четвертый – решить проблемы с транспортом и проживанием, если это не стационар, а амбулаторная помощь. И пятый шаг – все, приезжай, лечись. Звучит просто, легко. Ну, вроде да. Но много в этой схеме слабых мест, частично мы уже касались их. Во-первых, иностранцы не знают наших медицинских организаций. Ну, живет себе человек, не знаю, в Австралии, в Индии, в Великобритании. Он не знает, что в России есть краевая клиническая больница номер один, два, три. Ну, в принципе, не подозревает о ее существовании. Ведь за границей даже и система госпиталей по-другому устроена. Они, ну, все крупнейшие и привлекательные госпитали находятся при университетах. Это университетские клиники. Все знают университет штата Мэн, Пенсильванский университет, да. И все знают, что там есть клиника, куда можно обращаться. У нас немножко по-другому устроена эта система. Именно для этого был создан специальный сайт, который всячески распространяется на международных конференциях, конгрессах всеми возможными способами. Сайт russianmedtravel.ru, который собрал все медицинские организации России, в том числе наши 15 медорганизаций, которые участвуют в экспорте медицинских услуг. Они там сгруппированы по профилям. То есть достаточно набрать russianmedtravel, попадаете на главную страницу, и дальше уже все адаптировано под иностранца, потому что сайт грамотно оставлялся. Он адаптирован к иностранцам, он отрабатывался на носителях языка на иностранных гражданах, которые просто много лет живут уже и в России, на две страны. Выбираете профиль, это пациент знает, у него профиль неврология. Он клацнул на вкладку неврология, и вышли медицинские организации, которые оказывают именно эту помощь. Второе слабое место уже было озвучено, это, конечно, знание иностранного языка. Мы сказали, что, наверное, правильнее иметь переводчика, но, тем не менее, кул-центр. Ну, как минимум, английский язык, конечно, надо, чтобы там хоть один человек, но владел. Если мы проведем анализ и выясним, что у нас огромная потребность будет в пациентах, говорящих на арабском языке, значит, в этот кул-центр, на эту горячую линию, можно посадить человека, знающего арабский язык. Здесь у каждого региона будет, наверное, свой переводчик, в зависимости от того, пациенты, носители какого языка, преимущественно к ним обращаются. Страна у нас огромная и граничит с разными совершенно государствами. Это второй момент. Ну, и в-третьих, мы тоже, в общем-то, об этом уже говорили, коснулись, это сервисная составляющая, это медицинское и не только медицинское сопровождение пациента, так, как они хотят, так, как они к этому привыкли, чтобы логистически за них все было решено, человек платит деньги и получает полный набор услуг. От двери до двери, то, что называется. Более того, ну, хорошим тоном считается во всех престижных зарубежных клиниках, и некоторые наши клиники в России тоже практикуют такую вещь, как дальнейшее отслеживание судьбы пациента. После того, как он сделал операцию, ведь они очень мало у нас находятся, да, реабилитационное лечение самое дорогое. В основном пациенты приезжают сделать операцию, пребывают в самый-самый короткий период, в который просто необходимо быть в больнице, и уезжают к себе. И здесь важно оставаться с ними на связи еще в какое-то время, для того, чтобы любую проблему, которая у него может возникнуть, и предупредить, и скорректировать. Да, вести его на расстоянии, конечно, тоже необходимо. Ну, а в остальном, в остальном все стороны наши сильные. Возвращаясь немножко к алгоритму действий для пациентов, когда он выбирает себе медуслугу, вы говорите, на этом сайте представлены все медучреждения России. Да. Как в этом случае нам конкурировать с другими регионами России? И получается, человек, иностранный гражданин открывает целый список, да, и, собственно, как он может ориентироваться? Это тоже рулетка, что он выберет? Выберет ли он нас или Москву, не знаю. На самом деле, да, конечно. Есть такая проблема. Это вопрос уже оппозиционирования. А все, кто участвует в этом проекте, да, их меньше, но, тем не менее, да, нам приходится конкурировать с ведущими федеральными центрами, только позиционируя себя с лучшей стороны, только развивая информационную составляющую, только развиваясь, только участвуя в конгрессах, в международных каких-то выставках, везде, презентуя свою медицинскую организацию, ну, по-другому никак. Плюс, конечно, продолжать развивать... Это просто чудо какое-то, что у нас есть интернет, который стирает все границы. Соответственно, СМИ, интернет, у многих медицинских организаций есть страницы в социальных сетях, на канале YouTube. Самые интересные случаи, понятно, с соблюдением всех формальностей юридических, да, с согласием пациента, что его снимают, там будут показывать. Мы сегодня этого не касаемся, этой стороны. Но, тем не менее, это есть. И таким образом можно повысить свою привлекательность. Более того, зайдя на этот сайт, выбрав профиль, выкатывается список медицинских организаций. Кроме названия, там есть фотография. Одна, две, три. Где даже по внешнему виду можно посмотреть, да, обшарпанные стены побеленные. Или это красивое здание. Это тоже. Я надеюсь, таких уже нет у нас все-таки. Ну, я образно сказал. Это тоже вариант конкуренции, да, определенный. Написан регион, откуда эта медицинская организация. Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Владивосток и так далее. Это тоже, в общем-то, для некоторых пациентов имеет значение. Потому что если пациент живет... В Японии он едет? В Японии он едет во Владивосток, да. Он не поедет, конечно, в Краснодар. Если только он не хочет параллельно еще посмотреть, там какие-то вещи другие совместить, да. Ну, да. Если он едет только за медицинской услугой, то территориальная расположенность тоже имеет значение. Из Финляндии, наверное, поедут в Санкт-Петербург. Конечно. А не в Владивосток, да. То есть это еще один момент. Более того, дальше, нажав на название медицинской организации, иностранный потенциальный пациент сразу попадает на страницу для иностранных граждан этой медицинской организации, где тут же может посмотреть большее количество фотографий, видеороликов, отзывов пациентов, прайс-лист и так далее. Да, придется, пока у нас нет никаких ассистентов и помощников в виде компаний, таких вот туристических бюро по медицинским услугам, да, придется пациенту, ну, посмотреть, зайти на несколько, наверное, сайтов, чтобы выбрать все-таки наиболее привлекательный для себя. Ну, мне кажется, они должны со временем появиться, ну, вот эти вот туристические, медицинские бюро. Ну, надеемся, что да. Сам процесс, мне кажется, обяжет к тому, что они должны будут созданы, потому что... Ну, на сегодня там есть некоторые юридические коллизии законодательные, именно по взаимодействию с государственными бюджетными учреждениями здравоохранения. Там юридически не все так просто. Но нет ничего нерешаемого. Ну, в общем-то, да. Да, назрела проблема. И мы вносим изменения в основной закон Российской Федерации, Конституцию. Любое законодательство, если это обоснованно необходимо, можно внести изменения. Поэтому я думаю, что над этим работают. Об этом уже знают. Над этим работают. Об этом мы... Вот вчера я встречался, об этом в том числе мы разговаривали с нашим региональным директором из российского экспортного центра, который координирует вообще экспорт всего, что производится в России, и в том числе медицинских услуг. Поэтому, конечно, вопрос будет решаться. Наверное, это самый удобный и правильный, отработанный уже на моделях в других государствах метод. Наверное, он будет реализоваться и у нас. Я думаю, даже при этих условиях наша ценовая политика все равно будет выигрывать по сравнению с иностранным. В любом случае мы выигрышем. Если говорить о нашем территориальном расположении, о чем мы с вами уже проговорили, кто наши клиенты потенциальны? Кто вообще к нам сейчас едет в данный момент? И за какими услугами в основном? На сегодняшний день все-таки... Нельзя сказать, что это плохо. Это хорошо, потому что мы рады любым абсолютно пациентам. Но на сегодняшний день все-таки в основном это граждане СНГ. Они теперь для нас иностранцы, все бывшие наши республики союзные. И основную часть, конечно, составляют они. На сегодняшний день из стран СНГ 78% всех иностранных пациентов в Краснодарском крае, которые получили лечение. Опять же, повторюсь, нельзя сказать, что это плохо. Это тоже иностранные граждане. В общем-то, нам какая разница, да, лечить иностранца из Франции или из Казахстана? Ну, совершенно все равно. Тем более, что с ними нам проще. Там языкового барьера нет. Там нет такого языкового барьера. И практически все говорят по-русски, да. Поэтому работать с ними нам гораздо комфортней. Из стран Азии порядка 20%. Ну, а остальное – это Европа, Америка, Австралия, Океания. Пока мы у них не на слуху. Пока у них есть другие. Ну, во-первых, у них есть и ближе расположенные, проверенные какие-то медицинские организации. Мы их имеем в виду, мы планируем с ними работать тоже, но не так все-таки активно, как с Европой. Европа к нам ближе, с ними нам проще взаимодействовать во всех отношениях. Для пациентов лечение в совокупности все равно получается, если пациент из Европы, дешевле, даже если брать транспортные расходы. Прилететь из Австралии в Краснодар и прилететь из Белграда, Парижа – это разные вещи. Поэтому нет какой-то самоцели покорить и захватить весь мир в плане медицинских услуг. И на территории СНГ еще очень много чего можно сделать. Ну, если говорить не о СНГ, то ближайшая цель – это страны Европы. К нам едут эти пациенты, действительно. У нас за прошлый год были пациенты из Франции, из Германии. Мы в Германию, они к нам. Из Израиля в том числе достаточно большое количество. Поэтому есть площадка для развития, будем работать. За какими услугами они едут в основном? Или они настолько разрознены, что невозможно... На самом деле услуги очень разные. Но если взять пятерку самых востребованных, скажем так, то это акушерство и гинекология. Это почти полторы тысячи пациентов, иностранцев, были обращения именно за этой услугой. Порядка 20% от всех обратившихся. Это акушерство и гинекология. Можно сказать, что к нам будет престижно приезжать, рожать детей? Да, конечно. Конечно. У этого есть абсолютно объективная причина. Сейчас у нас два перинатальных центра. До этого был один, вот только пятый роддом, да, во второй краевой больнице. Они оба участвуют в реализации проекта. Но если говорить о пятом роддоме, то там очень давние традиции. Пятый роддом входит в число крупнейших родильных домов Европы по количеству принимаемых родов. 8 тысяч, 10 тысяч родов в год. Плюс имеет большую научно-клиническую базу. Его знают, поскольку перинатальный центр, вот, краевой больницы второй, ориентирован на особо тяжелых пациентов. На пациенток с патологией. Физиологические роды – это, скорее, исключение в пятом роддоме, потому что он и позиционирован как роддом для пациенток с различной экстрагенитальной патологией. Потому что он находится в структуре медицинской организации, где есть многопрофильный стационар со всеми абсолютно специалистами, да, по любому профилю. И это тоже знают. То есть своего рода информационная политика была проведена нецеленаправленная за многие годы. Роддом знают, в него едут рожать. Помимо этого, на втором месте – это наша онкология. Онкология, радиология и радиотерапия. Почти 850 пациентов было по этой услуге. И офтальмология, опять же, больницу Очиповска в этом плане тоже знают. Тем более сейчас это НИИ, научно-исследовательский институт, клиническая база. Соответственно, то, что на слуху. Вот как ни крути, все равно мы приходим к тому, что вот то, что на слуху, туда и едут. Инфекционные болезни, ну и общая терапия. Вот пятерка самых востребованных за 2019 год. Инфекционные болезни. Интересно. Да, но мы тоже знаем о нашей инфекционной больнице с одной стороны. Вот с внутренней, да? Ну да. При этом наша инфекционная больница имеет уникальные лаборатории, самое современное оборудование, лабораторию тропических инфекций, особо опасных инфекций. При инфекционной больнице, ну это сейчас отдельное учреждение, оно тоже участвует в реализации проекта и относится к инфекционным больницам. Это центр по борьбе со СПИД, и это, в общем-то, востребовано. Слушайте, у нас только ресурсов и преимуществ, их только успевать рекламировать, наверное. На самом деле так и есть. Может быть, назрела необходимость в разработке какой-то, ну пусть не на государственном уровне, на внутреннем уровне, какой-то стратегии по позиционированию наших медицинских услуг? Ну вы прям в корень смотрите. Так и есть, и на самом деле эта стратегия разработана. Есть дорожная карта у проекта с определенными ключевыми точками по региону, по России в целом, по каждой медицинской организации, где, когда, кто должен участвовать, с какими буклетами, в каких конференциях, где себя презентовать. Мы участвуем в конференциях, которые проводятся на нашей территории. Это тоже наше преимущество. У нас достаточно серьезная площадка научная находится в крае. Мы выезжаем в другие регионы. Это единая сеть информационная, которая покрывает всю территорию России, потому что оно только так. Головной центр в Москве, который координирует и вырабатывает эту стратегию, помогает всем, чем может, предоставляя интернет-ресурсы, рекламные поверхности, площадки конгрессов, все, что необходимо, на самом деле оно делается. Но это срабатывает? Это срабатывает, безусловно. Мы же видим с вами прирост пациентов. Мы видим, что о нас начинают говорить, к нам начинают ехать целенаправленно за медицинскими услугами. Это срабатывает, да. Хочется, чтобы по щелчку сегодня запустили какой-то интернет-сайт, а послезавтра у нас нет отбоя от иностранных туристов медицинских. Нет, так, конечно, не получается, но нам этого и не надо. Мы ведь озвучили и проблемы. Ведь нет никакого смысла разрекламировать и распиарить себя так, что к нам ринется полмира, а мы, скажем, извините, мы имели в виду перспективы, приходите послезавтра, да. Поэтому все развивается эволюционно. Я думаю, что здесь все-таки играет еще принцип сарафанного радио. Опять же, возвращаясь к двум девочкам, да. Почему приехала еще вторая девочка? Потому что был успешный опыт у первого пациента. Безусловно, этот ресурс мы тоже используем, потому что мы оказываем медицинскую помощь иностранным гражданам, которые работают в нашей стране. У нас есть большое количество учебных заведений, где учатся иностранные студенты, которые получают медицинскую помощь у нас в стране. Они довольны, они приезжают домой в отпуск на каникулы, об этом говорят друзьям, знакомым, родственникам. И, в общем-то, делают тоже своего рода рекламу. Да, это элемент сарафанного радио. Оно медленное, но оно самое надежное. Да, оно самое эффективное. Самое эффективное. Отзывы пациентов – это всегда самая эффективная реклама. Давайте подытожим. Какие успехи, достижения, результаты мы можем озвучить реализации регионального проекта на данный момент? На данный момент, если все суммировать, могу сказать, что дорожную карту мы выполняем. Целевые показатели как по количеству пролеченных пациентов, так и по финансовому вливанию от этой деятельности Край за 2019 год выполнил и даже немножко перевыполнил. Несмотря на то, что резервы еще есть, мы с вами озвучили, что это далеко не предел. На что мы больше будем нацеливаться? Ну, все-таки на выведение на другой уровень данных услуг медицинских, на привлечение все-таки медицинских туристов, а не тех иностранцев лечить, не только лечить тех иностранцев, которые волей судьбы оказались на территории Краснодарского края. И немножечко, может быть, переструктурировать. Здесь тоже есть над чем поработать. Если проанализировать по условиям оказания медицинской помощи за 2019 год, имеется в виду не условия комфорта, а стационарная и внестационарная помощь, то вот здесь 70% пациентов, это порядка 5000, было пролечено в амбулаторных условиях. Амбулаторно-поликлинические условия – это чекапы всевозможные, ну и какая-то там небольшая, да, несложная помощь. Это неплохо, это тоже нужно. Но нам, конечно, гораздо интереснее пациенты, которые приезжают на стационарное лечение. Да, с ними сложнее, с ними больше вопросов и сервисных, и вопросов вербальных, взаимоотношений, да. Но, тем не менее, эта помощь гораздо дороже. Да, финансово она намного интереснее. Ну вот просто, если мы говорим, что стационарную помощь в 2019 году у нас получила примерно 21% от всех пациентов, но финансовая составляющая 85%. Поэтому это нам интереснее, это выгоднее. И это совсем другой имидж медицинской организации, здравоохранения регионального составляет, потому что, ну, амбулаторная помощь, это нужно, это необходимо, это медосмотры, это чекапы, повторюсь, это тоже хорошо, но это не формирует, да, мнение о медицинской организации, как о значимой, крутой, надежной. Здесь все-таки, конечно, большую роль играет стационарная помощь, серьезная помощь, с высокими технологиями, со сложными какими-то операциями. И нацелены мы путем, конечно, на это. Ну что ж, я желаю вам успехов. Спасибо вам огромное за беседу. Спасибо вам большое. Всего доброго. Вопросов много, но дорогу осилит идущий. Однозначно, согласна. Спасибо. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова